здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем прекрасную повязку которую сможет связать новичок легко очень просто никаких размеров мерок нам не нужно на начальном этапе поэтому очень все легко и просто вязала я из вот этой вот пряжи с алиэкспресс ушло у меня буквально 25 граммов ну плюс минус 5-10 граммов в зависимости от размера размер может быть как детский так и взрослый поэтому тоже никаких ограничений у этого мастер-класса нет по итогу получается что из вот этого одного мотка который вы можете заказать вы свяжете две повязки то есть повязка очень бюджетная получается она за полтора доллара далее игла мне понадобится спицы два с половиной миллиметра на которых вот у меня сейчас находится мое вязание я набрала 50 петель если вдруг вы будете вязать из другой пряжи будем будете ориентироваться на ширину и так ширина повязки у нас у меня 10 сантиметров но 10 половиной вот так как она на голове подтянется вот так вот еще ориентировочно 10 сантиметров то есть если вы вяжете другой пряжи вы набираете 10 сантиметров если я думаю этого достаточно для детской повязки сантиметров 9 то есть уберите 4 петли или 8 уберите 8 петель от этого числа набираем петли и вяжем резинкой 1 на 1 я думаю здесь объяснение не нужно изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая таким вот образом набор петель не важен и закрытие петель тоже способ не важен потому что это все уходит в шок поэтому вяжите набирайте петли вашим любимым способом вот либо тем способом которым умеете в этой повязке вам ничего не грозит ну и закрытие петель тоже закрываем удобным для вас способом я это сделаю вот так вот просто провязывая по 2 вместе петли так до конца ряда сколько же мы вяжем если вы измерите свою голову вообще даже по сути даже сантиметра вам не нужно я просто хочу сказать объяснить на своем примере вот здесь у меня 50 сантиметров если я обхватываю собак свою голову вот этого вот хватает как раз притык чуть-чуть маленькая вот маленькое такое натяжение но не особо для сравнения голова у меня 55 сантиметров усмотря в каком месте но там где повязка она у меня 55 сантиметров поэтому ориентируемся на свою голову вяжем столько сколько вам нужно даже если это в сантиметрах получается минус 5 но если вы приложите к голове там просто пространство 5 сантиметров а не будет потому что если вы так из возьмете и обхватите голову вам как раз хватит то есть эта разница она не видно вот когда петли так вот и когда петли вы закрыли мы берем когда вы закрыли петли берем иглу и берем вот эту вот которая у меня дополнительная в этой пряжи ну если у вас другая пряжа вы берете просто другую нить желательно швейную либо тонкую нить вы не не ту которая потому что ту которую вы вяжете у вас будут лишнее уплотнение потоньше в этом случае под что мы делаем дальше мы складываем вот таким вот образом пополам эту повязку и перекладываем таким вот образом то есть вот смотрите то есть мы в эту как бы в этот сгиб мы продеваем эту часть а вот эту вот часть во второй сгиб вот так вот вот таким вот образом следим чтобы здесь все у нас было одинаково так теперь сантиметрах вот ориентировочно вот это пространство без другой детали у нас два с половиной сантиметра вот это пространство тоже два с половиной сантиметра и внутренняя часть 5 вот таким вот образом мы сейчас сшиваем эту часть где у нас четыре слоя все четыре слоя вот эту часть где два с половиной миллиметра мы оставляем нетронутой очень внимательно захватываем все четыре слоя сейчас знаете что сделать здесь надо было вначале завязать там узелок я этого не сделала значит я вам сейчас покажу значит здесь у меня два с половиной здесь два с половиной здесь просто растянута выглядит больше на самом деле оно одинаково да и вот таким вот образом это выглядит теперь что мы делаем мы вот эти вот две части притягиваем к себе притягиваем к себе и сшиваем тоже смотрите вот образом мы сшиваем эти две части вот вот сшита эта деталька делаем узелок и обрезаем теперь вот видите так так с этой стороны это выглядит так а с этой стороны это выглядит вот так вот красиво вот все девчонки на сегодня это все с вами была дикая школа рукоделия всем пока пока Продолжение следует...